всем привет начиная с этого выпуска мы будем использовать базу данных mongodb она должна у вас уже быть настроена и такая команда должна позволять вам входить в консоль для того чтобы работать с базой данных нужно поставить модуль mongo native driver вот так его можно найти npm install mongodb он позволит нам из ноды обращаться к этой базе сохранять в ней данные загружать и так далее сейчас я зайду в appstorm и вместо app.js я создам новый скрипт назову его create db.js в нем мы начнем работать с базой данных что-нибудь не оставим что-нибудь из нее прочитаем для того чтобы это сделать посмотрим документацию и вот что тут есть можно просто скопировать для начала сюда база данных у нас чат вот этот код присоединится к базе данных когда соединение будет установлено вызовет callback и дальше возьмет эту коллекцию с базы если коллекции нет она будет создана вставит в нее такой документ выполнен запрос каунт посчитает сколько там всего записи таких дальше найдет все записи и выведет их давайте посмотрим отработает ли это прямо сейчас конфигурация и вперед ну что что что-то вывело просто скопировал пример и он уже завелся манго чат db то есть insert find ну вот мы в консоли видим что действительно что то есть обратим внимание уже на первую особенность которую мы можем заметить смотрите в коде ничего не сказано про какой-то параметр айди ну а здесь вот если посмотреть сюда он есть это потому что айди генерируется автоматически он использует в качестве первичного ключа пойдем немного дальше теперь перед тем как вставлять что-то в коллекцию давайте удалим все что в ней сейчас есть как нам удалить вообще что-то из коллекции ну-ка посмотрим метод remove обычно используется remove что-то тут есть в общем не похоже на то чтобы это было она ну-ка дроп а это совсем не то то есть первая засада документации которая расположена здесь нет всевозможных команд этого драйвера эти команды находятся в другом месте для этого откроем google посмотрим начале так манга collection remove если мы посмотрим вот так то мы пришли в документацию к самой манга диби то есть из консоли нам нужно делать это вот так как написано вот синтаксис иногда это бывает полезно узнать все-таки это первичный источник информации ну а в данном случае нам нужно именно для драйвера ноут gs поэтому манга диби ноут коллекция римов если мы так сделали то google отправит нас непосредственно в документацию драйверу ноут манга диби нейтив здесь уже мы можем посмотреть римов вот вот как его нужно запускать selector что удаляем дополнительные опции и дальше функция call back в нашем случае просто вызываем collection remove удаляем все и функцию r и что-то еще а что еще с чем данном случае вызывается call back здесь такой информации нет иногда это бывает чуть чуть не очевидно давайте посмотрим делаем к вот так вот а это все пока что за комментируем ну-ка вот что она выдает колбек операции таких как римов апдейт обычно выдает количество рядов то есть количество объектов в базе данных которые были изменены в данном случае назовем это аффекты прямо здесь нам это не очень важно здесь мы просто посмотрим если была ошибка то сделаем вот так вот а если нет то двинемся дальше соответственно теперь этот код будет удалять все потом будет вставлять и дальше давайте он будет искать find a 2.2 условия запускаем ну вот отлично обратим внимание еще вот на какую деталь здесь методы insert remove и даже вот этот все работают колбеками а метод find работает не с колбеками вместо этого find возвращает курсор курсор это такой специальный объект из которого можно читать данные например to array считывает все данные в массив но кроме to array есть и другие методы например которые позволяют уточнять курсор или которые позволяют получать данные в виде потолка и так далее более подробно если интересно можно посмотреть документации вот тут есть много всего но нужны всякие продвинутые возможности достаточно редко и которые можно сказать спасибо за внимание пока и даже